девчонки всем большой привет сегодня мы с ильей решили проэкспериментировать он уже вооружился инструментом мы не сидим на месте ищем как бы нам сделать все по уютке в квартире конечно вот смотри у тебя вот этот вот голый угол правильно сюда что напрашивает сюда напрашивается шкаф и шкаф чтобы был вместительный желательно чтобы он по габаритам сюда входил вот мы все померили мы все измерили все просчитали и решили значит вот этот вот шкаф без вот этой вот части мы ее сейчас отвинтим открутим все вот это уберем и вот этот вот шкаф купе вот эту вот всю часть мы хотим поставить в этот угол у нас будет он выбирать вот с этого угла вот где-то вот настолько а та часть стенки будет отлично скрывать все вот то есть сюда если даже делать на заказ то только вот такой вот угловой то есть прямой если делать все равно будет угол выпирать какой бы мы шкаф не заказали вот и по ширине и по ну да по ширине получается он как раз сюда входит но и по высоте здесь в принципе можно любой но вместо этого шкафа мы хотим поставить . в котором у нас стоит спальне он у нас будет закрывать правда выключатель но мы оставим щель побольше так как у нас еще а мы же закрыли получается счетчик и чтобы не вырезать место под счетчик и чтобы здесь выключатель можно было руку просовывать мы не будем сильно к стенке поддвигать и у нас будет он как раз нормально должен встать но это все наши планы мы сейчас все это будем делать не сразу конечно постепенно сегодня хотим вот этот вот шкаф подвинуть посмотреть если нам все понравится значит мы оставим если нет тогда наверное назад передвинем тот шкаф он у нас такой же узкий то есть здесь он сильно выпирать не будет по цвету также есть зеркало есть вообще все то же самое я надеюсь на все понравится наши задумки там выключатель не будет закрывать достать соседа все сейчас я буду освобождать его и мы его просто передвинем так как этот шкаф у нас в принципе вместительный но он не подходит нам именно для прихожей потому что он для прихожей не очень функциональный потому что смотрите тут узкий он очень где-то 40 сантиметров у него глубина и то есть куртки мы видите тоненькие вешаем совсем тоненькие или какие-нибудь курточки пальто легкой такой тоненькая если вешать сюда объемные куртки то влезет максимум две штуки или три то есть он ну для прихожих они все таки в основном не глубокий но это совсем маленький сюда у меня здесь у меня будут стоять всякие вещи такие вот как швабры грязное белье ведро будет этот шкаф купе у меня для хозяйственных нужд все ли я убрал отсюда плинтус для того чтобы шкаф встал поглубже мы уже отодвинули освободили сейчас будет или открутить вот эту вот часть какой плюс у этого шкафа то что видите она все отдельно представляется то есть если ты сейчас это все открутишь просто будут дырочки не нужно нигде ничего лишнего отпиливать но вот эту вот полочку она получается будет тоже отдельно ее можно будет вот в этот же шкаф и поставить заодно сейчас помою там все подмету потому что уже очень грязно а вот этот вот красавчик всю грязь собирает да сразу надо все обнюхать даже не знаю с какой стороны поближе подобраться чтобы вам показать что у нас получилось потому что расстояние слишком близкое вот так вот в итоге у нас теперь встал шкаф конечно мы с ним намучились немало потому что тут то мы все сняли а получается вот это вот нижняя доска она была сплошная нам пришлось ее отпилить и часть убрать вот кусочки от нее отпилили как могли ровно искали долго потом у нас вторая была проблема он не проходил по высоте вот прям настолько вот на верхнюю эту вот доску но так как он на ножках нам пришлось их открутить мы сюда его перенесли и потом их прикрутили наклоняли тут в разные стороны в итоге намучились наверное часа два здесь мы уже на него потратили но в итоге вот мне нравится очень результат он выпирает как вы можете видеть не очень сильно проход широкий сюда я планирую вместить вот эту корзину с бельем поставить она отлично сюда встанет прям как раз вот эту вот штангу скорее всего я отсюда сниму и поставлю в ее повешу каком другой шкаф с одеждой как я тут и вот тут я тоже эти полочки все хочу убрать и здесь у меня будет такая хозяйственная зона зона значит будет стоять тут веник совок еще что-нибудь очень много сюда что может вместиться и также сюда наверное скорее всего ли я что разместить все свои инструменты которые у нас сейчас стоят за дверью им место просто нет кое-что с балкона мы сюда поставим и вот сюда тоже мы все забьем вещами которые у нас лежат сейчас данный момент на балконе и просто так как у нас не хватает шкафов нам пришло приходится это везде хранить то под кроватью то на балконе сейчас это лежит или у нас коридоре вот так вот пока пусто но сюда вот сейчас мы меряем и по высоте вот чтобы счетчик вот сейчас илья померю горд вот столичку от прям захватывает на счетчик не знаю теперь чё будем делать но вообще мы его сюда в любом случае поставим этот шкаф который у нас стоит спальне так где у меня фокус вот сейчас вот это вот все надо будет убрать мешок этот нам понадобился мы двигали когда шкаф кстати по поводу зеркал мне не нравится что здесь теперь есть зеркала и я хочу купить какой-нибудь такой знаете клеенку пленку которая матовая будет и и на зеркала и так наклеить и все чтобы их можно было протирать и они не отсвечивали вот буду думать может быть девчонки вы мне что-нибудь посоветуете на вал берись и где-нибудь может быть и поищу и даже не знаю как она правильно называется наверно какая-нибудь самоклеящаяся лента пленка но буду думать теперь у нас появился целый вместительный большой шкаф сейчас оба все это буду распределять там все вещи у нас лежат надо будет убирать ну вообще мне прямо сейчас чешутся руки передвинуть из спальни шкаф сюда здесь тоже есть и зеркала и также будет висеть куртки у нас ну а в спальню я уже заказала угловой комплект шкаф шкаф и там еще два шкафа будет так как у нас там них вмещаются все вещи ну это я уже потом отдельно буду рассказывать вам показывать но илья сейчас хочет из этой тумбочки которой осталось сделать полноценную тумбочку вот от нее задняя часть прибить прикрутить вот кстати это часть которую мы отпилили немножко на неровное но как смогли и будет у нас такая полноценная полочка только с другой стороны вот так вот и покажу вот здесь есть облицовка ножки даже есть у нее на одной стороне да они не нужны будут но и все придумаю куда ее поставить и появилось у нас очень много лишних деталей от вешалки от полок пока мы здесь поставили эту часть для обуви но и наверное все таки из этих вот частей мы потом сделаем какую-нибудь еще полочку и может быть поставим ее на пол или я мне сейчас убрал лишние полки вот из этого отсека оставил только одну полку а здесь была вот такая вот перегородка вот не внизу пола полка и тут мелким это вот все лишнее мы убрали я сюда теперь поставил ведро швабру веник посмотрите все отлично по высоте стала прям как раз здесь наверху я придумаю что поставить на это какую-нибудь бытовую чистящую химию так тут у меня в принципе все какие хотела встала а тут у меня уместилась корзина с грязным бельем она сюда идеально вписалась такое ощущение что этот шкаф прям как раз здесь и было вот я сейчас хожу его даже не замечаю и по цвету он кстати тоже такое найти белый нейтральные его незаметно то есть не выделяется особо от наших обоев вот здесь вот наверное попрошу илью может быть полочку которую здесь вот было у нас ее прикрутить сюда будет то есть еще одна зона для хранения но вот эту штангу он уже завтра снимет сюда я пока назад поставила вот эти вот гофры которые у меня с вещами пока у нас нету шкафа в коридоре поэтому будет пока здесь некоторые вещи хранится но потом все это я заполню уже с балкона может быть завтра этим будут заниматься не знаю будет видно все я очень довольна перестановкой но этот внизу мы решили будут у нас инструменты лежать они у нас тяжелым и чтобы их не поднимать сверху не тягать тому же может быть полка не выдержит аж так они тяжелые вот будут они у нас тут лежать тут место им предостаточно но может быть тоже уберем перегородки будет видно все все девчонки буду на этом завершать сегодняшний вечер и буду дальше все раскладывать по своим местам пишите как вам наша перестановка понравился ли нет все будет интересно почитать все всем пока пока